Пожалуй, пожар – одно из тех бедствий, которые лишают людей многого – земельных угодий, лесов, домов, личных вещей, а порой и жизни. На сегодняшний день у нас в округе произошло 159 пожаров. На пожарах погибло уже 9 человек, из них один ребенок. Сравмировано 6 человек, уничтожено 46 строений, то есть цифры большие. Также особую тревогу вызывает гибель детей при пожарах. Поэтому хочется обратиться к взрослым, что фразы «спички детям не игрушки, не оставляйте маленьких детей без присмотра» – не просто фразы, а предупреждение взрослым о возможности огромной беды с ребенком. Поэтому маленький человек не может оценить многих опасных вещей, и огонь с его притягательной силой в руках у ребенка часто оборачивается страшной трагедией, и для нее вовсе не надо большого пожара. Хочется обратиться к родителям, чтобы они рассказывали о пожароопасном поведении детям, не оставляли спичек и зажигалок в доступных для детей местах, не поручали детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электрические приборы. И также, чтобы родители следили, чтобы дети не разжигали костер, уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых. Научите ребенка правильно действовать при пожаре, при обнаружении пожара или признака горения. То есть ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение и ни в коем случае не прятаться. Так что, взрослые, будьте, пожалуйста, бдительны, учите своих детей правилам пожарной безопасности. Немаловажным фактором по обучению детей противопожарной безопасности является и то, что такие мероприятия проводятся не только родителями, но и школой совместно со службой МЧС. С 22 августа по 22 сентября в целях стабилизации обстановки с пожарами и недопущения гибели на пожарах, также детской гибели, на территории Артемовского городского округа проводится месячник по обучению населения мерам пожарной безопасности, а по обучению именно детей мерам пожарной безопасности. Так как, значит, были летние каникулы, дети расслабились, кое-что забыли, то есть мы будем им снова напоминать о правилах пожарной безопасности. Месячник будет проводиться на территории Артемовского городского округа, как я сказала, с 22 августа по 22 сентября. Будет он проводиться совместно с ГИБДД, совместно с ВДПО, совместно с гражданской защитой. То есть в ходе месячника будут проводиться мероприятия в образовательных учреждениях, такие как викторины по пожарной безопасности, также занятия с детьми, на которых будут показываться видеофильмы, то есть как такие учебные видеофильмы. Также, значит, будут проводиться экскурсии в пожарные части, то есть это Буланаш и наша городская, вот 59-я пожарная часть. То есть на экскурсиях также будут доводиться до них элементарные требования соблюдения правил пожарной безопасности, будут показываться автомобили, то есть мы призываем их стать будущими, скажем так, спасателями. Так что экскурсии проходят интересно, детям очень нравится. Также будут проводиться родительские собрания, на которых мы опять же будем обращать внимание родителей, на то, чтобы они еще в домашней обстановке объясняли детям, как действовать правильно при возникновении пожара, как себя вести, что нельзя брать, чем нельзя пользоваться. То есть это будет доводиться силами 54-го ФПС. Нас немного, но мы как-то составим график, чтобы больше охватить образовательных учреждений. Также проводятся рейды по неблагополучным семьям с комиссией по делам несовершеннолетних и семьям, где дети не посещают учебное заведение. То есть работа большая, поэтому совместно мы будем ее осуществлять. Я думаю, что результаты будут. Зачастую пожары случаются по вине именно взрослых, нежелающих и игнорирующих элементарные правила, направленные на невозникновение пожароопасной обстановки. Об этих правилах приходится нередко напоминать. Скоро уже будут холода, да, сентябрь-октябрь. То есть опять хочется обратить внимание на то, что, значит, люди будут пользоваться обогревательными приборами и печи. То есть хочется обратить внимание, что, чтобы соблюдали правила пожарной безопасности при пользовании печью. Печь должна быть побелена, притопочный лист должен быть 50 на 70 размером. Складирование не должно быть, там отходов каких-то и дров рядом, белье не сушиться. То есть дымоход должен раз в квартал чиститься. Ну и также электронагревательные приборы. То есть очень быть осторожным. Хочу обратиться к населению. Не заблуждайтесь, воспринимая чужую беду по принципу «Со мной этого не случится». Нет ничего страшнее разбушевавшегося огня, забирающего дом, имущество и жизни самых родных и близких. Только ваша осмотрительность и осторожность смогут предотвратить пожары. Будьте предельно внимательны при обращении с огнем. Следите за неисправностью печей и дымоходов. Не пренебрегайте соблюдением правил пожарной безопасности при пользовании электричеством электроприборови. Соблюдая элементарные правила безопасности, вы устраните причины возникновения пожара и не допустите трагедии в своем доме. Как верно заметила Марьяна Голубева, чужой беды не бывает. Готовых прийти на помощь в момент пожара или возгорания всегда имеется. Но иногда многие просто теряются и не знают, как вести себя в такой ситуации. Обучением добровольных помощников пожарным занимаются в клубе «Арт-Дозор» в поселке Буланаш, где каждую субботу проходят занятия со всеми желающими бороться с беспощадным огнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok